добрый день дорогие друзья это программа тема дня на канале и тон тв сегодня в студии михаил юровский а в киеве праздник президент украины петр порошенко подписал закон о создании высшего антикоррупционного суда это произошло буквально 20 минут назад и с нами на связи по skype политический эксперт николай спиридонов здравствуйте николай здравствуйте михаил и так если поводу украинцев и открывайте бутылки шампанским и праздновать и ведь теперь международный валютные font и даст очередной транш и начнется настоящая борьба с коррупцией я правильно понимаю то что происходит далеко не уверен что прямо начнется настоящая борьба с коррупцией далеко не уверен что международный валютный фонд даст ранш и дело в том что реальное создание антикоррупционного суда состоится не ранее, чем через год примерно, и более того, для этого еще даже не готова законодательная база. То есть, закон, который был принят, он предусматривает общие положения формирования антикоррупционного суда, как он должен выглядеть. Но, собственно, закон не предусматривает само создание антикоррупционного суда, то есть, то, что он должен быть создан, как и когда он должен быть создан, закон не прописывает. И, насколько я понимаю, нужно принять еще один закон, который, собственно, регламентирует именно создание антикоррупционного суда. Скажите, Николай, насколько я понимаю, есть два, по крайней мере, помимо самого суда, есть два органа, которые создаются, ну, наверное, в беспрецедентном порядке. Это высшая квалификационная комиссия судей и экспертный совет, совет международных экспертов. И вот эта высшая квалификационная комиссия, она будет, ее члены будут назначаться, или, по крайней мере, выдвигаться международными организациями, которые борются с коррупцией. И, естественным образом, суверенитет Украины окажется под вопросом. То есть, это не украинский народ будет выбирать себе судебную власть или каким-то образом влиять на судебную власть, а какие-то люди из-за границы. Насколько украинский социум, украинский политикум критикуют, может быть, или поддерживают вот такую обстановку? Закон принят компромиссно, то есть, определенные рычаги управления имеют и президент Украины, и квалификационный совет судей, и, собственно, эксперты международных организаций. Слышны достаточно громкие голоса, которые поддерживают право международных экспертов назначать судей, имитировать их назначение. Эти голоса достаточно громкие. Это в основном грантоеды, и еще ряд организаций, ряд СМИ, подконтрольных Западу. Но многие, конечно, от этого и не в восторге, потому что, как минимум, это прямо противоречит Конституции Украины. Такая ситуация, когда будут влиять международные эксперты, потому что, ну, судьи украинские не должны быть подконтрольны непонятным западным институциям. В принципе, они должны быть подконтрольны Украине, в идеале украинскому народу, но это звучит пафосно, хотя бы украинскому президенту, но не представителям международных организаций. Ну, а с другой стороны, если мы посмотрим на историю Киевской Руси, которая является частью истории Украины, естественно, ведь те же варяги, например, то есть первые серьезные князья, менеджеры Украины, они приплыли с Северной и Западной Европы. То есть, в общем-то, тем, кто населял Киевскую Русь, не впервые уже обращаться за помощью в управлении к сторонним каким-то лидерам, сторонним организациям, не знаю насчет судей, но вот прецедент-то был. Ну, варяги много куда приплыли. Они, например, в Великобританию приплыли. Есть исторические легенды, что якобы они еще до Колумба открыли Америку и туда тоже приплыли. Поэтому тут нету, скажем так, у Украины какой-то эксклюзивной ситуации в этом плане. Ну, да, к сожалению, субъектность Украины сейчас понижена, и у нас есть и министры иностранцы, еще у нас были, остаются чиновники иностранцы. Поэтому, к сожалению, эта ситуация для Украины уже стала привычной, но она от этого не стала нормальной. Ну, вот, тот ближайший опыт, опыт, ближайших последних лет, вот, именно министры из-за границы, я не говорю о Саакашвили, например, но вот из Прибалтики министры, они, как они показывали себя на руководящих должностях? Особых результатов они не показали, в основном они даже, собственно, рычаги управления не смогли на себя взять, то есть, они были удобными фигурами, за спинами которых как раз происходил дерибанное воровство, а Саакашвили, кстати, министром не был, он был председателем областной Одесской администрации, ну, в общем, тоже он особых результатов не показал, в основном он запомнился только шумовыми пиар-эффектами. Ну, а Ульяна Супрун, например, исполняющая обязанности министра здравоохранения? Ну, Ульяна Супрун на данный момент один из самых проклинаемых чиновников Украины, если можно так выразиться, потому что то, что она заявляет, то, что заявляют ее заместители, в частности, Ленчевский, которого мы обсуждали в прошлый раз, очень чудовищно, поэтому результаты Супрун еще стоит потом оценить отдельно, и я подозреваю, что потянет на уголовную статью, потому что она и Конституцию Украины открыто попирает, и вообще ее, то, что она заявляет, как-то не вяжется ни со здравым смыслом, ни с целесообразностью политической, поэтому Супрун это, пожалуй, самый неудачный пример заграничного политика. Ну, хорошо, тогда возвращаемся к моему же вопросу, но с другой стороны, с одной стороны, есть исторический опыт средневековых варягов, которые, наверное, добились каких-то успехов, с другой стороны, современные варяги, вроде бы, вы говорите, ничего такого особо примечательного и хорошего Украине не принесли, каков тогда ваш прогноз во влиянии тех же варягов на назначение судей высшего антикоррупционного суда и насколько борьба с коррупцией сейчас выйдет на новый уровень, а может быть, останется на том же уровне. Но международный валютный фонд и другие организации будут пытаться сделать влияние международных экспертов ключевым. Но в то же время Петр Порошенко будет пытаться взять антикоррупционный суд под свой контроль, собственно, как он контролирует уже и все остальные суды в Украине. Поэтому, соответственно, будет продолжаться борьба по этому поводу. И я не думаю, что прямо будет ключевой контроль иностранцев над антикоррупционным судом, но в то же время ручным судом для украинской власти он тоже не станет, поэтому ситуация будет компромиссна. Скорее всего, будут разные рычаги влияния на этот суд и все будут тянуть одеяло в свою сторону. А решит ли в создании высшего антикоррупционного суда проблему противоборства силовых органов, которые каждый генеральная прокуратура и НАБУ и что там еще есть, то есть органы исполнителя? Например, есть, на ПК есть. То есть, по крайней мере, 4 органа, силовых органов, которые борются с коррупцией, каждый по-своему, вот насколько высший суд может как-то распределить между ними, как-то снизить накал напряженности, накал борьбы между ними? Я не думаю, что он может снизить накал борьбы, потому что собственно не стоит такая задача помирить противоборствующие органы силовые, а стоит задача судить топ коррупционеров. Поэтому вот соответственно противостояние между ГПУ, НАБУ, СБУ и еще другими органами скорее всего будет продолжаться, потому что антикоррупционный суд собственно мало на них будет влиять, за исключением дел может быть против топ коррупционеров силовых ведомств, но таких дел пока ожидается не так много. Поэтому собственно эти два момента даже не особо будут связаны между собой скорее всего. А вот по голосованию в Раде, которое было 7 июня, насколько я помню, этот закон был проголосован, законопроект утвержден, были ли какие-то противоречия между депутатами, то есть получилось ли у правящего блока Петра Порошенко кому-то кого-то согнуть там и убедить собственно другие фракции или же оппозиция до конца отстаивала свое непринятие? Ну были определенные противоречия, например оппозиционный блок в принципе не голосовал, там только два депутата проголосовало за законопроект 74-40, Батькевщина пыталась отстаивать свои правки, но ничего особого не получилось и соответственно Батькевщина смирилась с этим законопроектом в основном проголосовали представители фракции, но борьба продолжалась по крайней мере имитация борьбы большое количество оправок скорее всего как обычно был применен метод кнута и пряника некоторым депутатам угрожали например уголовным преследованием а некоторых депутатов возможно подкупили поэтому результат получился вот таким убедительным 315 голосов это даже конституционное большинство что дорогие друзья это была программа тема дня на канале Тон ТВ в студии был Михаил Юровский напоминаю мы обсуждали подписание и по сути вступление в силу сегодняшнего дня закона о создании высшего антикоррупционного суда Украины Петр Порошенко торжественно объявил об этом в своем твиттере с нами на связи по скайпу был напоминаю политический эксперт Николай Спиридонов спасибо вам еще раз Николай за ваш комментарий спасибо Михаил и вам друзья всего хорошего спасибо оставайтесь с нами пока